Привет, просветители! Сегодня поговорим о развратных античных статуях, забористое начало, несчастных детишках, взволнованных родителях, которые похабщину в статуях и разглядели, наверное, хорошо всматривались, отрицание семейных ценностей, а еще попытаемся разобраться, в чем же все же разница между сексуальностью и сексуализацией. В общем, ничего нового, продолжаем разрушать скрепы по понедельникам. Мы с вами неоднократно на этом канале говорили о мире манной каши. Так я называю попытки особо сердобольных товарищей запретить все, реально все, что является частью жизни взрослых и может хоть как-то повлиять на десятилетнего тугосельку. Книги, фильмы, песни, игры, список можно долго продолжать, выставки, мороженое, радуга, целые группы населения, а че мелочиться-то? Конец сезона – отличное время для того, чтобы подводить определенные итоги. Все плохо. Вручить награду за главный трэш сезона. Правда, тут никаких наград не хватит. И тренд этой весны взволнованная общественность уже не просто причитает... Тоже подумает о детях! К этому-то мы уже успели привыкнуть. А начинает бороться по закону. Ну, например, с Эрмитажем. В Эрмитаж пришла официальная жалоба. Обнаженные скульптуры, присутствующие в экспозиции, негативно воздействуют на психику несовершеннолетних посетителей музея. Автор письма предложила все обнаженные фигуры поместить в одно помещение с маркировкой 18+. Античные скульптуры негативно воздействуют на психику. Чего? А пока ваша психика пытается прийти в себя, сообщение от спонсора. Когда слышишь такие потрясающие новости, как в этом выпуске, сразу же вспоминаешь мем с поросенком на тракторе и понимаешь, пора учить английский. Точно пригодится. И вот тут я могу порекомендовать вам мирового лидера среди школ английского языка Wall Street English. 50 лет практики? Это серьезно. Для начала вы пройдете тест для определения вашего уровня английского, а затем выберете цель обучения, ведь многое зависит именно от нее. Заниматься вы будете тогда, когда удобно именно вам, ведь Wall Street English является единственной онлайн-школой в России, которая предоставляет расписание уроков на 22 часа в сутки. Одна из главных особенностей обучения – Global Teaching Community. Студенты могут заниматься с преподавателями-носителями языка и студентами из Италии, Франции, Швейцарии и других стран. И внимание! Совершенно бесплатно в рамках уже оплаченного курса. Самое главное – вы получите персонального наставника, который будет курировать вас и мотивировать на протяжении всего курса. Новый материал подается в том числе и в виде сериала, созданного специально для Wall Street English. А оттачивать произношение поможет искусственный интеллект. Передовые технологии позволят именно вам выучить английский быстро и с финансовой гарантией от школы. Присоединяйтесь к 3 миллионам довольных выпускников, которые уже выучили английский язык вместе с Wall Street English. А сейчас скорее забирайте полезные подарки от онлайн-школы – бесплатный пробный VIP-урок и скидку 30% на весь курс. Переходите по ссылке в описании, проходите тест на знание английского языка и меняйте свою жизнь к лучшему. Вернемся к нашим овцам. Ну, разрадным статуям. Особенность последнего времени – ты что-то не понимаешь. Все. Тебе что-то не нравится. Все. Пиши заяву. Все. Уникальность данной претензии к Эрмитажу в ее официальности. Это не просто записулька какого-то странного родителя, увидевшего причиндалы Давида. Не, ну по факту-то так и есть. Эта жалоба требует от музея официального же ответа. Официального, Карл? Хм, а вы точно там психику подростков не калечите? Нет. Так и вижу 16-летнего Борю. Да, имена вернулись. Прощай, Пончик. Забившегося в угол у кассы. Там у тети юбки нет! Там еще и дядя без штанов. Ну, в шляпе. И вот тут самое время разграничить понятие сексуальность и сексуализация. К сожалению, в уме некоторых оригинальных товарищей, любое обнаженное тело это пошлость, разврат и дети же могут увидеть. Такие уникумы и на скелет в кабинете биологии пожалуются. Штанишек нет. Только вот это не так работает. Было бы глупо отрицать, что в рекламе, фильмах, играх, куда уж без них, герои и особенно героини специально изображаются в определенных позах и ракурсах, подчеркивающих сексуальность. Сексуализируются. Вот у нас лицо героя, а вот поп главной героини на весь экран. Приятно познакомиться. А вот камера, снимающая это все снизу вверх. Как к этому относиться, вы, я думаю, без меня решите. При этом количество одежды не играет особой роли. Кадр специально так построен, чтобы сместить акцент на... Ну, все от задумки режиссера зависит. При этом обнаженного человека можно изобразить так, чтобы никакой сексуализации не было в помине. Вряд ли адекватный человек заявит, что схемы в учебниках анатомии призваны разбудить желание в подростках. Нет, это просто человеческое тело. Без одежды. Иногда в разрезе. И если не вкладывать какой-то особый смысл, его там и не будет. И вот античные статуи как раз таки и относятся к этой категории. Да, греческие и римские авторы воспевали красоту человеческого тела. Но они не пытались развратить своих зрителей. Наверное. Хотя, возможно, у Венеры Милосской поэтому и рук нет. Эй, чувачок, посмотри сюда. Искренне хочется пожалеть детей, подобных я же родителей. Если человек на самом деле верит, что статуя Аполлона способна травмировать психику ребенка. И более того, наверное, травма и правда приключится. С таким ребенком, скорее всего, никогда не говорили на взрослые темы. Ну, судя по отношению к искусству. И вот он в музее видит то, что нельзя было обсуждать. Человеческое тело. И реакция, и правда, вполне возможно, будет неадекватной. Кто-то на примере пропорций человеческого тела изучал строение мира и красоту. А кто-то видит всего лишь мужика без трусов и требует защитить детей. А остановите, пожалуйста, планету. Тут паре человек в каменном веке сойти нужно. Но если убрать обнаженные статуи из музеев требуют неизвестные родители. А жаль. Страна должна знать своих героев. То вот авторы следующей инициативы известны. Началось все еще в марте. Депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил наказать аккаунт Дольче и Габбана в инстаграме за ЛГБТ пропаганду. Он считает, что в фотографиях может содержаться пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних. Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово агрессия. Наказать Дольче и Габбана. Окей. Непонятно, правда, зачем он вообще полез в аккаунт подобных дизайнеров. Сидел бы себе спокойненько в одноклассниках в группе Павлопосадских платков. Там все четенько. Как у нас любят говорить, особенно у меня в комментариях. Ну мало ли кто какую глупость сморозил. Ну что ж. Май 2021. Питерская прокуратура требует запретить видео с целующимися девушками из инстаграма Дольче и Габбана. Ведомство увидело там отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Мы сейчас не будем обсуждать сам закон о пропаганде, семейные ценности, отрицание чего бы то ни было. Вы и без меня в этом вопросе разберетесь. Нет. Меня другое пугает. Депутат, а вслед за ним прокуратура, требует что-то сделать с итальянским аккаунтом, потому что он разрушает российские семьи. Вы просто вдумайтесь. Нет, ну по такой логике нужно всем представителям ЛГБТ запретить контент в интернет выкладывать. Представляете, какая-нибудь лесбиянка из Нью-Йорка опубликует фотографию со своей девушкой? Разврат похлеще античных статуй, скажу я вам. И это Маруська из Новосибы увидит. И все. Отрицание семейных ценностей. И пусть американка никаких своих законов, кстати, как и Дольче Габбана, не нарушала, но ведь в нашей же стране пусть уважают. Аж интересно стало, как с подобными иностранными аккаунтами наши защитники семей будут бороться. Ну, только запретить интернет. Мало ли кто какую фотографию в Новой Зеландии опубликует. Димочка, закрой глазки! Потому что, сюрприз-сюрприз, иностранцам как-то наплевать на этот закон. Бесстыдники. Помните, как относительно недавно олимпийский чемпион Алексей Ягудин возмущался, что американский фигурист Адам Рипон посмел на своей странице в инстаграме об ЛГБТ говорить? В России же пропаганда запрещена. Вот тупой америкос не подумал. Ну, что с них взять? Сидит себе в Майами и не понимает, что своими словами разрушает в Москве семейные ценности. Очень надеюсь, что такие защитники детства никогда не выводят своих детей в Европу, потому что там подобных габан можно прямо на улице встретить. Идут и не стесняются. Все такие из себя дольче. Запретить выезд россиян за границу. А то увидят на улице не таких. И все. Семейные ценности лопнули. Нет, ну правда, если видео так разрушающе действуют на наши скрепы, то что ж реально произойдет с семьей, если они в реальной жизни встретятся с этими самыми дольчами и габанами? Ну а закончить сегодня хотелось бы вот этим видосом. Тут даже комментировать ничего не надо. Во всем виноваты трансформеры. Не, ну после третьей части франшизы реально скатилось. Но что мы хотим получить от детей, которые воспитываются компьютерными стрелялками, фирмами типа Дэдпул, Монстры и Трансформеры? У ребят, да и учителей часто нет ответа, почему надо было завоевывать победу в Великой Отечественной войне, чем наша родина лучше других стран, чем грозит нашему народу потеря боеспособности и так далее. У меня есть предложение к депутатам и профильному комитету рекомендовать признать организацию деятельности Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в сфере патриотического воспитания неудовлетворительной. Учесть, что провалена работа в социальных сетях, сетевых СМИ, новостных сайтах, где ведется открытая антироссийская пропаганда, безнаказанная фальсификация истории России. За формализм в работе с молодежью инициировать министру строгий выговор с требованием в испытательный срок устранить недостатки в работе.